Самое важное, как раз брат говорил, а я говорю только детям Божьим, потому что Матфеев писал, Марк писал Риме, потому что они у власти стояли, Лука писал грекам, потому что Феофану просим это знать. Я писал самое важное для детей Божьим, только детям Божьим. Будем чужого очень сложно, потому что все там про слово, все про слово, что такое слово, как сейчас я слышал, что брат говорил, они злились за то, что он говорит Бог, а он им сказал, разве не вам было сказано, что посмеюсь вас, я вложу ему ста слова, и вы будете моим народом, я вашим Богом. Все тогда он сказал, поэтому никогда не мог осознать, что мне во трубу матери войти, потому что он знал, что во трубе матери Якова забил, там что, там Царство Божие, поэтому Царство Божие восхищается, вас есть, она вас, она, и он уже восхитит, надо войти в нее. Все это делается через слово, которое мы должны впитать, войти в слово. Зайдешь и выйдешь, и пашешь, значит, это тоже в себя зайти, выйти. И выступление он нашел, он видел это выступление, он вошел в себя, уже был в духе его. Вот. Теперь смотрите. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога. Хороший стих. Очень интересный. У кого-то слово было, где-то оно было, и оно было у Бога. Это типа того, что какой-то звук, что-то произошло, что-то произошло. Ну, чтобы этот первый стих попадать, заглянем в восстнадцатый стих. Почему так далеко? Вообще далеко, но восстнадцатый стих. Бога не видел никто никогда, и народный сын Недве очень явил. Так. Значит, было, 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 было. Слово где-то в Недве, в Недве, это под Можино, а где-то там в Недве. Было, было, оно внутри было. И он там явил, опять же, Бога. Опять же, явил Бога. Что-то об одном-два стиха говорят, ну, вроде понятно, а вроде что-то непонятно. И теперь заглянем в четырнадцатый стих. И Слово стало плотью, обитало с нами полном благодати и истины. Мы видели Слово, как это неровно стало. Оно, что мотивировалось, оно стало. Как же это все произошло? Это очень серьезно, очень тяжело осознать. Но если мы начнем, заглядывая в бытие, из нас, первый день, первый день, что первый день? Он сотворил свет. Именно день один, свет сотворил. Ни солнце, ни луну, это просто светило. Они светятся от Христансис. Потому что, когда Господа не было от шести до девяти на земле, тьма была. Он пока там разбирался, чтобы те поклонились и признали Его как Бога. Была тьма, потому что солнцу никто не дал свет. Потому что Павел говорит, я видел свет, превращающий солнце. Я видел, я увидел это. Поэтому я с ним от истины света. Потому что на самом деле смотришь, ничем не будет. А он уйдет кристалле, все. Просто кишля закрыла, чтобы он не сгорел. Его просто Бог добьет, чтобы кишля покрыл, чтобы он не сгорел. А то, чтобы смотрел прямо во очи на Бога. Вот. Из этого мы что знаем? Из этого мы знаем, что слово. Отец, кого-то мне дал слово пребывать в них, слово, слово. Оно пребывает в них. Потом, мать и батя, где он слышит, исполняет? Еще надо еще исполнить. И так же Петру говорит, когда происходит, кто-нибудь есть мой плод и пить мою кровь. Что такое плодь? Слово. Слово стало плоди, слово стало плоди. Кто-нибудь есть мой плоди и пить мою кровь. А кровь, Ави, Ави, не Ави кричал, а кровь вопиял ему. Кровь. Не написано, что плодь кричала, душа кричала, и уста кричали язык, а именно кровь. Кровь вопиял. Поэтому, говорю, за каждую кровь в прошлом. Потому что он дает понять, что в крови он находится. Не трогайте. Не есть, не что. Не уничтожать, не проливайте кровь. Он об этом говорит. Из этого что остается нам? И все отошли, все отошли, все. И осталось 12. И 13 он говорит. Можешь вы меня оставить. Это равносильно, все, давайте, давайте. Все. Веры нету, все, все. Петр, подожди, подожди, подожди. Подожди. Кому мы нужны? Ты не есть горгоны, не есть листы. Ты есть лист. Мы должны за тебя держаться. Тебя отходить не должны. Все пропадет. Мы никому не лишены. Он говорит, а тебе от отеца. Он говорит, отец тебе, он тебе это сказал. Ты услышал, ты сказал, ты услышал. Сохрани это, чтобы у кого-то тебя это не украл. Это слово не украл у тебя. Потому что он есть путь, он есть жизнь. Если мы понимаем его и становимся его представителем, не думаем, он за нас говорит. Поэтому сказал, нас уж не идите. Когда наши вопросы, не думайте, просто не думайте. Если вы будете думать, вы не дайте Богу помочь. Вы будете говорить то, что говорит вам мукавый. Кого слышит, то ворота. Потому что мы были чадами гнева. Гнева подчинясь, чадами мира сего. Господь сущего. Мы были. Мы были. До Христа. До Христа. А после Христа мы имеем царство в себе. Только его надо восхитить. Войти в него. Все очень просто. Все очень легко. Слава Богу. Что, ему не нужно здорово сказать? Да. Конечно, конечно. Слава Богу. Вот. Ну, у меня два таких откровения. Можно сказать, переживания были. Вот. Оцю неделю переживания. И я хочу. По Иоанна 10.10. И по этому переживанию. Вот. По Иоанна. Володяка, епоскоп сказал, что Иоанна Иоанна рассказывает, что Иисус Бог. Слава Богу. И мало того, что Он Бог. Он за нас помер. За нас помер. Взял нашу греховную натуру. Омив ее. Омив. И посадил на небесах. И с собой на небесах. Аминь. Аминь. И мы сейчас сидим на небесах. Аминь. Оце в духе мы прямо на небесах. Аминь. В Ефесянах. И вот я, мы вчера говорили с Максимом, чему я сказал ему, помолися на языках. И у меня было переживание такое. Это было слово. Скажи, что все на работу. Я не помню. И таки, вот такие короткие, короткие. Я в Иисусе Христе, ну в смысле, я на небесах. Я, як би, і на небесах, і на землі. Я хочу подвергнення. Це у меня тоже таке самое было настроение. Это, как мне приходится, находится на земле, а наш дух нам не высаживает. Я бы все таки. Слава Богу. 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 В мусульманах тоже есть Иисус, но в них Иисус никогда не умирал. Он никогда не был в распятии, не был этот сам. И тоже, раз, нет, это не тот Иисус. Мы настроены не на того. Нашего Иисуса, Спасителя, мы слышим по духу. И нам рассказывают, ага, нет, 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 стоп, стоп, это не те, это не те. Мы настроены не на Иисуса, а Левуя. И что тут это самое? Что я, двери, вивцам, кто входить, это вход в духовный свят, законный вход в духовный свят только через Иисуса Христа. В духовный свят можно, вот я на это думал, допустим, что есть в каком-то там храме, если какая-то икона, она стиляет и так далее, и так далее, и говорит, и говорит. Я думал, что это, ну, что это брехня, что это нет. Нет, есть именно, именно есть стиление, сколько есть. Но это незаконный вход в духовный свят. А незаконный вход в духовный свят уже дьявол, он имеет право на частину души. Законный вход в духовный свят, законное стиление только через рану Иисуса Христа. Только через рану Иисуса Христа. Не через, там, где-то какое-то джерело бьет. А там возле того джерела Діва Мария стала ногой, и этот самый, и прикоснись до того, и все, и стилуйся, и так далее. Вот это уже бесы. Вот это уже бесы. Законное стиление, законное стиление, может стилиться, может поверить. Потому что у нас есть, у нас есть тут, мы созданы по образу и подобию Божьему. И у нас есть творческое божественное начало. Можут истилиться, могут, да, могут истилиться. Вот эту веру, которая в нас, просто привести в дию. Но это не законно будет. Законное стиление только через рану Иисуса Христа. Только через рану Иисуса Христа. Законное стиление, оно мое навязище, оно мое навязище, через вот эту бабу, всякую тость. Однозначно, однозначно. Это все. Это там бесы. Это там бесы. Вот. Так что, это место, что я верю в Иисус Христа. Иисус Христа, наш Господь и спаситель. Он любит. Он наш брат. Иисус Христа, наш брат. А что мы привозносимся? Нет. А что, наш брат не может быть нашим Господом, нашим спасителем и нашим царем? Ну, допустим, у меня есть, у меня нет старшего брата. Ну, допустим, у меня был бы старший брат. Что, он не может быть царем? Президентом? Вот так. Иисус наш царь. Аминь. Наш спаситель. Вот. И наш брат. Слава Богу. Аминь. И, если кто будет меня обижать, я старшему брату скажу. И мало не покажется. А если нет, то я тату расскажу. Тату расскажу. Да не уже точно. Доброе. Слава Богу. Слава Богу. Аминь. Да.